Кто построил египетского сфинкса? Что он означает? И как он сохранился до наших дней? Паша Вареников, Москва. Паша, на эти вопросы нет абсолютно точных ответов. Хотя некоторую ясность нам поможет внести Марк Тишман. Перед ним застывали восхищения величайшие завоеватели мира. Александр Македонский был поражен им, и никто не смог разгадать его загадку. Нет, друзья мои, конечно, я же не о вероволюде говорю, потому что говорить он не может. Но я думаю, хоть какую-то тайну мы сегодня приоткроем, потому что я говорю, конечно, о сфинксе. Примерно 5000 лет тому назад древние египтяне, по заведенной у них традиции, строили пирамиду, усыпальницу для своего царя, фараона Хефрона. Сейчас эта пирамида Хефрона стоит позади меня, на плато Гиза, и является одной из трех великих пирамид. Рабочие, выстроив пирамиду для своего фараона, увидели, что позади нее находится природный, огромный, невероятных размеров камень. И пришли строители к фараону Хефрону и спросили его, о повелитель верхней и нижней земли, о царь египетский, скажи нам, что делать с этим камнем? Недолго думал фараон Хефрон и сказал он им, друзья мои, постройте из этого камня памятник мне, мудрому и сильному повелителю Египта. И вот десятки тысяч рабочих приступили к созданию самой большой в истории человеческой цивилизации моноскальной скульптуры. Сфинкс, его величество Сфинкс, черты лица напоминает фараона Хефрона и олицетворяет мудрость, которой обладал фараон. Туловище у Хефрона выполнено в форме туловища льва, потому что лев это было самое божественное животное в Древнем Египте. Символ солнца, символ власти. Вот он, Сфинкс, фараон Хефрон и лев, когда мудрость и власть соединяются воедино. Если сейчас вы посмотрите на лицо Сфинкса, то увидите, что нос за эти пять тысяч лет Сфинкс потерял. Как все, что касается Сфинкса и великих пирамид, тайна его носа также покрыта абсолютной тайной версией. Множество приведу самые популярные. Причина первая. Естественная. Сфинкс, мол, потерял нос за пять тысяч лет из-за влаги и ветра. Сколько их было за это время? Ветров и дождей. Версия вторая. Батальная. Во время сражений между Наполеоном и турками, которая проходила здесь, у великих пирамид, ядро попало в нос Сфинкса, вот он и отвалился. И, наконец, третья причина. Причина популярная. В 14 веке суфийский фанатик, увидев, что люди, которые должны исповедовать ислам, до сих пор приносят дары и жертвы Сфинксу, был так возмущен, что решил отбить Сфинксу нос. Что он и сделал. А за это был растерзан толпой. Еще бы, потому что Сфинкс стоит лицом к Нилу. И как бы считается, что благодаря Сфинксу вода в Ниле не прекращается, а Нил несет воду всему Египту. Можно сказать, кормит и поет целую страну. Лицо Сфинкса обращено к восходящему солнцу. А это значит лишь одно, что за время своего стояния в песках Гизы Сфинкс видел практически два миллиона солнечных восходов. Примерно столько же легенд ходит вокруг этой самой большой статуи древности. Выбирайте любую, та, которая вам по душе. А солнце в Гизе так и будет всходить над Сфинксом. Сфинкс